Здравствуйте мои дорогие друзья и вообще все любители интересного в видеоиграх. Сегодня я решил вновь показать вам выпуск с проверкой мифов и легенд, которые, как я знаю, вы обожаете. Ну и для разбора и поиска я решил взять одну крутую игрушку Just Coast, а именно вторую часть, действия которой разворачиваются уже на территории островной республики Панао. И у нас в расположении просто огромнейший открытый мир, на котором конечно же можно встретить кучу таинственного и секретного. Но я думаю сегодня мы с вами все это в ней и попытаемся поискать. Так что усаживайтесь поудобнее перед мониторами, а я уже буду начинать. Поехали! Ну и первый на сегодня загадочный миф, который мы можем найти на просторах интернета, это то, что на самом северном острове, на котором расположена секретная база древних воинов, живет жуткое бессмертное существо, которое повторяет своим видом дымного монстра из популярного телесериала Lost, который в России известен как остаться в живых. Ну и давайте сразу же не мешкая отправимся на этот остров и попытаемся его отыскать, ну или хотя бы проверить правдива ли эта легенда. Добравшись до острова, который нам нужен, а находится он в северо-западной части карты, я сразу же пустился на поиски. И вот чудо, при приземлении я заметил кое-что интересное. На ближайшем берегу, я нашел что-то странное. Во-первых, на песке была выложена надпись, переводящаяся как Ищи, и стрелка указывала куда-то в джунгли, но с этим разберемся попозже. Так как я заметил, рядом лежащий и разбитый огромный лайнер, ну или грузовой самолет, который видимо тут потерпел крушение, что конечно же было первым намеком на связь с сериалом. Обследовав тут все вокруг и не найдя ничего стоящего, я отправился к надписи на песку. Ищи и стрелка, тут что-то, как мне кажется, скрыто. Давайте-ка проверим, куда она все-таки указывает. Отправившись прямиком в джунгли и поблуждав там некоторое время в поисках чего-нибудь интересного, я все-таки нашел. То, что искал. Ну или типа того. Так как там среди массивных деревьев на земле был мною обнаружен люк, ведущий видимо куда-то в секретное подземное место. Это опять же еще один намек на лост, и на то, что мы с вами явно движемся в нужном направлении. Кстати, я попытался в него попасть, ну или хотя бы открыть. Но что я не делал, совершенно ничего не происходило. Так что я решил отправиться дальше на поиски. Обследовав практически весь остров и посетив самые разные места, я уже через некоторое время начал сомневаться в том, что это чудовище существует, и этот миф является правдой. Но как только я хотел убираться отсюда, меня привлекло какое-то движение в лесной гуще. И да, это был он, тот самый дымный монстр, который очень быстро приближался ко мне. Но как только он со мной поравнялся, я понял, что это просто боец, окутанный клубами густого черного дыма. Как такое вообще возможно? Я попытался от него скрыться, но он постоянно следовал за мной, при этом не причиняя мне совершенно никакого вреда. Побегав от него еще немного, я решил проверить вторую сторону мифа о его бессмертии и выпустил в него целую обойму, даже не одну. Но этот чувак продолжал твердо стоять на ногах, видимо это правда. Но я решил попробовать ему стрельнуть в голову, и о чудо, первая же пуля свалила его на повал. Далее все пошло как-то иначе, его тело тут же растворилось в воздухе, а дым все так же оставался на месте, где должен был находиться труп. Ну и закончив с проверкой, давайте перейдем к подведению итогов этого мифа. Существование данного дымного монстра я подтверждаю, только он не выглядел совсем как нужно, но это уже другой вопрос, только вот одно но, бессмертным он не оказался. Закончив с первым мифом и разобрав его полностью, давайте сразу же будем переходить к следующему. В нем говорится, что на просторах огромной карты Панау можно наткнуться на скрытое под водой тайное государство Атлантиду, и нахождение ее точно не известно никому, но есть парочка предполагаемых мест, и первая из них находится между двумя нефтяными вышками в восточной части карты. Давайте отправимся туда. К сожалению, я не обзавелся скоростным катером и решил поплыть своим ходом, поэтому мой путь составил просто уйму времени. После длительного промежутка времени я все-таки добрался до нужного места и сразу же нырнул под воду. Атлантида, как я знаю, огромное королевство с величественными постройками и поэтому его будет видно, как мне кажется, издалека, но как я вижу, тут его скорее всего нет. Поплавав еще немного в этой точке и поискав понадежнее, я так и не нашел то, что искал, и поэтому решил перейти к другой точке на карте. Как только я туда добрался, я опять же пустился на поиски. И да, в этом местечке мне все-таки удалось отыскать кое-что интересное, но вряд ли это можно назвать Атлантидой, так как под толщей воды находились обычные современные домики, которые оказались тут, как мне кажется, после очередного прилива. Так что их мы тоже отметаем и отправляемся в последнюю известную точку, которая расположилась в дельте реки на юго-восточном острове. Подлетая, я заметил, что данное место более подходит под описание затерянного государства и отправился проверять. Под водой находилось множество старинных строений и высоких колонн, но ведь подобные сооружения мы с вами уже встречали в других местах карты. Да, и Атлантида, как мне кажется, должна быть на морском дне и немного побольше, а не на какой-нибудь мелкой речушке. Так что давайте будем переходить к выводам. Закончив с этим мифом, я могу с полной уверенностью сказать, что он был мною в пух и прах опровергнут, и поэтому существование на карте Панао засекреченного местонахождения таинственной Атлантиды просто невозможно, поэтому мы двигаемся далее. Рассматривая следующий миф, нам, как я полагаю, предстоит столкнуться с неопознанными летающими объектами и проверить их существование. И найти их с вами мы можем в очередной точке на карте, где остров покрыт множеством мелких речушек и озер. Давайте отправимся туда. Добравшись до места, я принялся выискивать что-нибудь мистическое в бескрайнем голубом небе. Разницы, я думаю, не будет, что делаю это все в дневное время. Бегая по берегу и плавая по самой реке, я краем глаза заметил в небе какую-то неподвижную точку и сразу же отправился к ней поближе. И да, это было, как мне кажется, то, что нужно. Но вот с земли все это выглядело как-то совершенно странновато, поэтому я решил вызвать себе вертолет и взлететь повыше к этим неподвижным объектам. Как только я проделал все это, моему взору открылась очень странная картина. Эта местность практически была усеяна данными штуками. И как мне кажется, это просто какие-то баги, которые разработчики забыли пофиксить, и которые тут были и нужны для чего-то важного. Но вот тут есть одна загвоздочка. Мы с вами искали неопознанные летающие объекты. А это, как я понимаю, именно они и есть. Так как в мифе не говорится о каких-то пришельцах, а именно только о объектах. Так что давайте перейдем к итогам. Миф, как ни странно, мною был полностью подтвержден. Да, мистического в нем нет ничего, ведь, как мне кажется, это скорее всего баг. Но все же, подтверждение ему избежать не суждено. Поэтому закончим с ним и перейдем к следующей легенде. В следующем мифе говорится о существовании снежного человека. Или как его можно назвать по-другому, Йети Бигфут Сасквач на территории Панау. Давайте проверим и это. Во-первых, я сразу же решил проверить заснеженные районы карты и поискать там что-нибудь мистическое. Ведь не зря это существо называют снежным человеком. Так что отправляемся туда. Прибыв на место, я отправился на поиски. Искал я очень и очень долго. И все безрезультатно. Ни одного намека на этого монстра. Ни звука, ни какой-нибудь далекой отсылочки. Поэтому я решил порыться в интернете и поискать что-нибудь с ним связанное и находящееся в этой игре. И нашел я лишь единственное упоминание, что по определенным координатам на карте можно отыскать след этого неведомого существа. Давайте посетим и это место. Прибыв туда, я сразу же отправился на поиски. Летая над территорией, закрытой сверху густой листвой. И да, отыскать мне все-таки кое-что удалось. Это был огромный след. Но больше он походил на след гигантского Терекса. Ну и любого другого динозавра. Но никак не снежного человека. И я думаю, авторы этого мифа все-таки немного ошиблись, переврав с размерами создания. Поэтому я решил после проверки подвести итоги. Этот миф, как мне кажется, опровергнут. Ну и на сегодня это практически все мифы и легенды, о которых я знал в этой игре. Так что давайте будем заканчивать. И еще раз посмотрим на то, что мне удалось отыскать. Миф с дымным монстром оказался правдив. Но вот Атлантиду мы так с вами и не нашли. МЛО также удостоились небольшого местечка на карте Панау. Но вот вместо следа снежного человека, я отыскал лишь след динозавра. Так что выпуск, я считаю, был на мой взгляд полноценным и очень даже интересным. Так что если вам еще известно о каких-то загадочных мифах в этой игре, пишите в комментариях, а я уже постараюсь проверить. Ну а на сегодня это все, и поэтому я буду заканчивать. А кому понравился выпуск, не забудьте поставить под ним лайк и поделиться со своими друзьями. А также, чтобы не пропускать следующие не менее замечательные видео, скорее подписывайтесь на мой канал и нажимайте значок колокольчика. Ну а на этом все. До скорой встречи, мои дорогие друзья. Пока!